Я провел эксперимент. Это важнейший момент, потому что мне все время приходится поправлять эти мертворожденные идеи, дурацкие. Раньше я этим занимался. Знаете, был случай, когда знакомые съели то ли сливы, то ли абрикосы с компота. Выкинули, они все взошли. С компота, то есть кипятили. Я не призываю вас кипятить, я просто привел крайний пример. Мне, в конце концов, надоело, когда человек, он, допустим, получил мои косточки, а косточки уже сухими, проезжали несколько месяцев. Они теряют положительную, отрицательную плавучесть. Ну, сохнут даже в этом, даже в секретных банках, даже в закрытых. А я-то вначале делаю как? Мои помощницы собирают, ждут, когда подгниют, потом отделяют косточки, вы все это знаете, косточки помыли, косточки посушили, два-три дня. Но перед этим-то, когда мыли-то, уже выбросили, которые действительно могут, они тоже, может, не все еще мертвые. Но отбраковку не жалко, у них много. Все, после этого отбраковка теряет смысл. Доказательства сейчас. Значит, мне пришлось, после очередного упрека, допустим, 10 утопил, а две всплыли, или одна. Кто-то уже считает, что я его нанес больше еще. Вот. И я взял, выбрал самую банку, где много белых косточек. Чем белее косточка, тем у меня шансов, что она мертва, больше. Вот. Я бы всегда удивлялся, почему именно последний, когда собираем, тут наибольший процент белых. До сих пор не знаю, почему. Именно последний. Как бы белее. Но это не значит, что они мертвые. Вот он, ТАСС. Внимание. Один из важнейших опытов в моей жизни. Я имею в виду чисто практических опытов. Тут уже я не про какую-то там египеризацию, которой нет на свете и быть не может, господа ученые. Правда? А здесь просто выучите, вы косточки всплыли, чисто практический совет. Он встречается в тысячах публикаций. Слышь и выброси. Вначале было так. Я налил воды. Внимание. Они всплыли. Каждого, чуть ли не каждого. Я вот делал так, смотрите, если меня видно. Прямо под водой. Обязательно. Прилипают пузырьки воздуха и обманчивые впечатления. Два часа ждал пока, которым положено утонуть, утонуть, которым положено всплыть, всплывут. Всё. Раздел произошёл полный. Внимание. Я ничего не нарушил. Я всё правильно сделал. Всплывшая. Судьба тех понятна. Они уже, надеюсь, у вас. Заметьте, необязательно, у которых погрузились в воду, они не обязательно. Они тоже могут быть белые, беловатые. Но здесь всё равно процент белых, по-моему, чуть больше. Но это попутное наблюдение. Оно не самое принципиальное. Вот. Теперь. Смотрим сюда. 21 февраля. Это получается давненько. Как там? Три месяца назад, да? С копейками. Я взял. Ну, то есть, сразу в этот же день я их застрессировал. То есть, поставил банку. Банку поставил на окно. С тёплой стороны. Но только для того, чтобы сфотографировать. Читаем. Ассорти. Маджурских гибридных абрикосов. Всплывшие. 21. Только сделал фотографию. Я вынес на балкон. Внимание. Вот. И поставил. Тут тепло. Минус, плюс, плюс. Ну, февраль, март. Правда, зима была тёплая. Но десятки раз менялась. Почему я добивался? Почему именно этот способ? Почему не в холодильник? В холодильнике могли проспать и дома. Я посчитал, что они правда мертвы. И ура, наука победила. Нет. Я сделал хитро. Это называется экспресс сходы. То есть, прошло два месяца. Сколько там? Меньше. А, нет. День 50. Два месяца будет через 10 дней. Так. И она всё время постояла на лоджии. А там окна-то я закрывал-открывал. Ну, по-всякому было. Вот. И прошло 50 дней. Вчера они вот так, банка. Видите? Здорово, да? Значит, рано посудить. Но уже живые есть. Согласны? Ну, с той стороны вижу. Там 3-4 пока видно. Ну, это как у меня как телезон. Как это. Религиенский аппарат. Я специально так делаю, чтобы знать начало просыпания. И так 50 дней. Задим, вы запомнили, что в таких условиях на лоджии. Вот. В среднем климате. В среднем, потому что у меня было очень тепло зимой. Ну, теперь я жду ещё месяц. Мне надо, чтобы максимум зашло. И где-то мы с вами встретимся через месяц. Где-то дата. То есть, где-то 10 мая или 20 мая. Чтобы уже наверняка. Я вскрою эту банку. Вот так фотография. Вытряхиваем фотографию. Раскладываем фотографию. И выводы делаем. Вот это очередной мой опыт. Почему его никому не приходит в голову. Потому что кто-то когда-то... Это так касается сотен приёмов. Кто-то когда-то написал. И это стало нормой. И абсолютно безграмотные люди стали классиками. Продолжение следует...